Приветствую вас. Первое, что мне хочется вам сказать, это то, что началось все из-за разочарования. То есть, предотвшировались в женщинах и, соответственно, как бы это повлекло за собой определенную цепочку событий в вашей жизни. Соответственно, очевидно совершенно, что разбираться нужно изначально именно с этим моментом. Почему были издевательства? Откуда они были вообще? Что они из себя, эти издевательства, представляли? Почему вы разочаровались? Ну, из-за них, как бы, почему вы решили выбрать путь избегания, скажем так, а не путь, например, познания, путь преодоления, допустим. С чем связано такое поведение ваше? Это тоже, на мой взгляд, довольно важный момент, на котором следует застрить ваше внимание. Вот. Значит, далее. Вы расстаетесь со своим партнером. То есть, вы, точнее, не так. Вы встречаете партнера, да? Встречаете партнера и проводите с ним какое-то время. А потом расстаетесь с ним. И вот здесь, конечно, непонятно, почему же, почему вы расстались с партнером, со своим, собственно говоря. Если вам было хорошо вместе, если у вас были отношения, если вам было здорово, если вы были счастливы, то почему расстались? Из-за чего расстались? Что послужило причиной для расстались? Очевидно, что отношения у вас не завершены с ним, с партнером. И из-за этого у вас скука по нему, паска по нему и так далее. Также непонятно, какую цель вы преследовали, когда женились на женщине. То есть, зачем, если вы ее, например, не любили, если вы ее, ну, допустим, не воспринимали. Адекватно. Вот. Зачем вы женились на женщине? Для чего вы на ней женились? Что хотели бы вообще? Что хотели бы показать, доказать, может быть, вот этим всем? Какую цель преследовали, в общем? Это тоже нужно разобраться, потому что пока непонятно. Абсолютно. Абсолютно пока непонятно, чего вы сами хотели. Дальше. Вашим партнерам, да, вам нужно встретиться обязательно. Потому что иначе вы можете так его и не забыть с его партнером. Так он может вас и держать у себя. Если вы этого не хотите, то я рекомендую вам обязательно найти какой-то способ и постараться встретиться с ним для того, чтобы отношения завершились. Стоит. А вот. Ну, с ним. На мой взгляд, это важно. На мой взгляд, это важно, если мы хотим, чтобы у вас все получилось. Встретитесь, поговорите, вот, может быть, тогда вам станет понятнее, что вообще делать дальше. То есть либо, либо партнер ваш окажется туфтой, да, то есть он, ну, не будет вам нужен вообще. Либо будет другая ситуация, совсем иная, когда, например, вы увидите, что по-прежнему у вас есть к нему чувства. Вот. И чувства, например, будут сильными. Да. Вот. И в этом контексте вам придется что-то делать. То есть либо вы выбираете быть с ним, да, либо вы выбираете свои чувства, либо вы выбираете какую-то такую удобную жизнь, да, которая, может быть, вас там и не удовлетворит полностью. Вот. Ну, опять же, потому что, да, потому что вы не будете, как бы, счастливы в этой жизни. С тем партнером, с той паре, вот, с которой вы сейчас. Вот. Поэтому подумайте, как бы вы могли встретиться с ним, как бы вы могли провести вместе время, что это может быть для себя. Понять, увидеть, увидеть, уловить, почувствовать, узнать. Вот. И я думаю, что там уже, в принципе, все будет понятно. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, на ваш. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас какие-то вот дополнительные вопросы, в одни группы можете обращаться ко мне в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!